В целях похвальной борьбы против зловредностей и ложных истин мы с вами открываем этот отрезвитель. Добро пожаловать, заходите, ничего не бойтесь, будет больно. Древние викинги с незапамятных времен туда-сюда, туда-сюда, по Ладожскому озеру плавали. Примерно в 750-м, то есть в середине 8-го века, они приплыли до устья Волхова. Дальше по Волхову поднялись по течению туда, вглубь этой загадочной страны. И в падении Волхова в Ладожскому озеру появился город, сейчас он называется, Старая Ладога, который, дальше сказал я эту самую страшную фразу, который и стал матерью городов русских, именно оттуда, с этой самой Ладоги, не с Новгорода, не с Киева, уж тем более не с Москвы, есть пошла русская земля. Мама моя, что же тут началось? Что же тут началось? Град комментов совершенно возмущенных. Я просто не понял, что вызвало такое возмущение, пока наконец не получаю вопрос. Прямо заданный мне вопрос, а вот вы, ну то есть я, вы знаете официальную дату основания Киева? Киева 482-й год. Я этого, естественно, никогда не знал, да и сейчас не знаю, но с этого места я задумался, стоп, что вообще люди имеют в виду, о чем они говорят? Какая такая официальная дата основания Киева до еще 482-й год? Заинтересовался, узнал, прочитал. Оказывается, да, 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 есть официальная дата основания Киева 482-й, и дату эту, она установлена документом, который подписали две очень официальные институции. Это Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров СССР. А вот действительно, в 1982 году было выпущено совместное постановление Политбюро ЦК Совета Министров о праздновании 1500-летия города Киева. Ну, соответственно, отделяем, вычитаем и получаем 482-й год. Да, представьте себе. А было под это дело сделано много хороших и добрых дел в Киеве, говорю без всякой иронии, был, ну, в частности, построен вот этот павильон «Золотые ворота», который сейчас украшение города. Было сделано то, что вы видите за моей спиной, вот это на Киевском, на Днепровском берегу, вот это замечательная скульптурная композиция. Это легендарные основатели Киева. Кищек и Хорив, и сестра их Лебедь. Есть воспоминания, статья товарища Сгурского Валентина Арсеньевича, очень известный, уважаемый, к сожалению, уже покойный человек. Человек на тот момент, он был герой социалистического труда, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор, ну и главное, что председатель Киевского горосполкома. Вот он был один из тех, кто проталкивал это официальное решение, страшно сказать, на пару с академиком Патоном, да, тем самым академиком Патоном. Вот, он в своих воспоминаниях пишет, как они вот правильно построили вот этот сеанс агрессивного маркетинга, ну, сначала предложили 2,5 тысячи, в Политбирозе упрямили, сказали, ну, какие 2,5 тысячи, ну, что это вообще получается, как Рим и Афины, ну, там, поторговались, отступили, и сошлись на аккуратной, круглой дате 1500 лет. В Москве же, ну, где у нас Политбирозе находится, в Москве же по этому поводу была сделана юбилейная медаль, юбилейная медаль, и член Политбирозе ККПСС, первосекретарь Украинского, значит, партии, ЦК партии, товарищ Щербицкий. В торжественной обстановке, под аплодисменты, ну, я думаю, вы догадываетесь, кому он вручил медаль номер один, конечно, это был Леонид Ильич Брежнев. Медаль это перед вами, медаль это перед вами, видите, там вот, человек в пальто, такой человек в пальто, там, кепку сжимают в руке, я так и не понял, кто это, Кищек или Хуриф, но вот, человека мы видим, там, наверное, дружинники его стоят. К медали, как и положено, как и положено удостоверение, она тоже перед вами на экране. Ну, а теперь давайте чуть серьезнее. Ну, замечательный павильон «Золотые ворота» и вот эта прекрасная композиция, скульптурно украшающая «Берег Днепра», это все замечательно. Но, все-таки, люди мы немножко взрослые, и кроме сказок, былин, сказаний, легенды, мифов, ну, как-то, наверное, нам надо подумать о том, что было на самом деле. А откуда мы знаем то, что мы считаем истиной? В отклонении от каковой, от этой истины, мы почему-то обвиняем других. Вообще, откуда мы знаем, что там было? Вот, знаете, в Днепровских берегах в первом тысячелетии нашей эры. У нас что там есть? У нас есть какой-нибудь документ? Есть. Отвечаю, есть. Он перед вами на экране. Это единственный. Отчеркиваю, единственный. Аутентичный документ. Аутентичный, то есть, именно там и созданный, вот этими людьми, которые там живут, вышедший из территории, предположительно, Киева в первом тысячелетии нашей эры. Вот это он перед вами. Обнаружился он в городе Каире. Я не оговорился. Столица Египта, Каир. В Генизе это хранилище рукописей. Одно из каирских синагог. Как видите, написано на иврите, на древнееврейском языке. Содержание этого документа в том, что некий почтенный Яков бен Ханука, то ли послан еврейской общиной Киева собирать, собрать деньги, то ли для его спасения собираются деньги, там не очень ясно. То есть, еврейская община Киева обращается к своим единоведцам, говорит, что вот такая вот ситуация, замечательно хороший человек, попал в долговое рабство. И не потому, что он был пьяницей и промотал свои деньги, а потому, что он поручился, в долговом деле поручился за своего брата, брата убили разбойники, соответственно, отдавать деньги стало некому, и он оказался в долговом рабстве. Значит, документ этот был обнаружен в 1962 году. 20 лет, 20 лет специалисты работали, прежде чем в 1982 году опубликовали все это дело. Документ сейчас хранится в библиотеке Кембриджского университета. Проанализировав пергамент, способы его изготовления, чернила, способы изготовления, начертания букв, самое же главное, контекст. Один из евреев, подписавших этот документ, его зовут, да, там 11 человек, как положено, не менее 10 мужчин должно быть в общине. Одного из евреев зовут Гостята, еще трое имеют явно хазарские тюркские имена. Под документами, видите, там вот такая явная, это не евритовская надпись, это надпись «хазарскими рунами», означающая «мы это прочитали», вот собирая все это до кучи, исследователи пришли к тому, что документ действительно был создан в Киеве, создан в среде хазарской. Время создания документа разные даются оценки, то ли 10-й, то ли 11-й век. А еще что-нибудь есть? Больше ничего нет. За все первое тысячелетие. А как же, так сказать, как мы, ну хорошо, мы же слышали, ну как же, есть же повесть временных лет. Цеповесть временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто первый на Киеве начал княжиться. Да, конечно, есть. Конечно, есть повесть временных лет, временных лет. Самый, самый древний вариант этой летописи, так называемая Лаврентьевская летопись, это 1377 год. То есть через 500 лет после реальной, более-менее реальной даты основания Киева, ну и, соответственно, через 900 лет после той мифической, которая была установлена решением политбюро ЦК КПСС. Ну, тут-то, конечно, вы же люди грамотные, скажешь, что Лаврентьевская не самая древняя, да, это правда. Есть еще Новгородская первая летопись старшего извода, ну то есть наиболее ранней редакции, но она тоже создана во второй половине 13 века, то есть 1200 какие-то года. это уже после разрушения Киева ханом Бату-ханом. Представьте себе, у нас нет ни одного документа, вышедшего с Киевской Руси, созданного, ну синхронного, то есть именно создан тогда, когда это все происходило до разрушения Бату-ханом. А как же русская правда? Скажешь, что законы, законы же писанные были, да, был писанный закон, традиционное его создание приписывают Ярославу Мудрому, потому он и мудрый. Но есть опять же незадача. Самая древняя известная сохранившаяся рукопись русской правды, это опять-таки конец 13 века. Ну, предположительно, начали составлять эту поиск временных лет в 1110-х годах. То есть опять-таки через 200 лет после легендарного основания города в Орегометан. Опять же, не говоря уже про абсолютно фантастическую, безумную, не имеющую никаких оснований к вам решения по избиранию ЦК, дату 482 года. И в Византии, и в западных, и арабских источниках 9-го и 10-го веков слово «Русь» всегда относилось к людям скандинавского происхождения. Византийское посольство, явившееся в 839 году ко двору императора Людовика Локчестивого в Ингельхеме, привезло с собой группу людей, миновавшись с родцами, на вопросы о своем происхождении они назвались шведами. Никаких сомнений в скандинавском происхождении русов не было и у автора, авторов повести временных лет. Этот легендарный монах Нестор очень позаботился о нас, о следующих поколениях, и предельно ясно объяснил, кто же те варяги, которых позвали славяне править и владеть и нами. Читаем. «И пошли они за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются свеи, шведы по-нынешнему, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы». Соответственно, ничего неудивительного, не странного, не обидного не должно быть в том, что небольшой отряд этих профессиональных воинов на лодочках своих спускались по Днепру, покорил тех мирных хлебопашцев, которые ему там по дороге попались. В 1962 году, для довольно давно, Норман Голд, знаменитый чикагский гиброист, специалист по полиографии, наткнулся в материалах Каирской генизы на лист пергамента, довольно плохо сохранившись, видите, дырка даже посередине есть, который представил собой обычное деловое письмо, без даты, где говорился о задолженности некоего Якова со странным именем Яков Барханука. Он попал в долговую тюрьму и должна была эта самая община собрать деньги, чтобы его выкупить. Обязанность еврейской общины своего, члена своей общины нужно было спасать из долговой тюрьмы. Может быть, это письмо попадалось до Голба многим, поскольку рядовой документ он никакого интереса вроде как не представлял, но когда Голб читался, что это была за община, то он понял, что это община города Киева. Голб датировал это письмо X веком, призвав на помощь знаменитого украинского востоковеда Амельяна Прицака. Прицак обратил внимание на то, что здесь этим самым, ну, вы различаете квадратное письмо нормальное, здесь какая-то странная есть надпись кисточкой, эту надпись Прицак воспринял как руны, хазарские руны. Киев был под властью Хазар в X веке, хазарский чиновник написал резолюцию на этом письме, я читал, то есть пропустить это письмо, с тем, чтобы члены общины с этим письмом отправились собирать деньги, чтобы выкупить несчастного этого якого Бархануку из долговой тюрьмы. Ну, как только было опубликовано это письмо, через 20 лет в 1982 году всколыхнулась необычайная волна романтизма с одной стороны еврейской интеллигенции, с другой стороны советского эстеблишмента. в Киеве как только появилась эта книжка для письма 10 века по-английски изданная в Лондоне, в Киеве верили ее спрятать в спецхрам, никому не показывать. Здесь тоже как-то не могли понять, как к этому относиться, потому что это древнейший, если 10 век, то это древнейший документ с территории Руси, написанный подрядным письмом, древнейшее упоминание Киева, и вообще это наше все, наш главный документ, самый первый. И был народ с тюркским именем Хазары, это имя само по себе значит примерно то же, что имя родственное Казахов, то есть это означает кочевника, жителя степи. Хазары обеспечили славянским переселенцам, земледельцам, колонистам спокойную жизнь, и они были в этом заинтересованы, потому что славяне действительно должны были платить им дань за мир, за спокойствие, дань хлебом, а хлеб всегда был необходим кочевникам во все времена, кочевники не могли обойтись без земледельцев, без земледельческой колонизации. Вот под эгидой Хазар славяне смогли расселиться не только до Среднего Днепра, но даже и до бассейна Дона. В общем, даже само слово Хазар, сам этот самый летноним напоминает нам об этих тюркских словах, которые, как и у казахов, и у казаков, относятся к тем народам, которые привыкли кочевать. поезд проекрет говорит о том, что в начале русской истории на юге брали дань Хазары, и они брали дань со славянских племен полян, живущих вокруг Киева, с левобережных в Среднем Днепре северян и родимичей. И вятичи уж совсем тут близко к нам, поскольку на территории вятичи в бассейне Аки, где они жили, располагается и нынешняя столица российского государства, а вот варяги брали дань на севере с новгородских славян, с кривичей верхов из Днепра, верхов Волги, верхов западной Двины, с поволжско-финского племени Меря, в общем, поделили на две сферы влияния восточную Европу эти две силы, и для лингвистов никакой проблемы не было никогда, начиная с середины XIX века, начиная с великого датского лингвиста и историка Грегельма Томпсона, который открыл руны енисейские, рачо тюркские, вот этот самый лингвист объяснил, откуда происходит имя Русь. Имя Русь соотносится со скандинавскими обозначениями грибцов, идущих на этих самых грибных судах. В сторону рынков Ближнего Востока занимались они в основном полезным делом. Торговля это дело полезное, но все-таки полезнее, чем война. А воевать они тоже умели, поэтому связываться с ними никто особо не хотел. кроме хазар, которые научились этим имперским замашкам, хазарский титул Каган вроде как был имперский, и конечно же пишет один из наблюдателей 9 века, чиновник халифа багдадского Ивн Харададбех о том, что Каган хазарский правитель берет с этих самых русов десятину. Налог за то, что ты едешь торговать и получишь прибыль. Налог платили, иначе отберут все насильно на обратном пути. Мы и застаем нашу главную интригу, связанную с происхождением русского государства, потому что в 839 году люди, которые себя называли Рос, вместе с греками оказываются в столице наследника Карла Великого Людовика Благочестивого на Рейне. С ними письмо от византийского императора Феофила, который пишет, что эти люди пришли к нам ради дружбы. Людовик, слыша разговор этих людей, он был каролин, то есть германский он мог отличить еще от любого другого, стал тут их допытывать, вы какого рода племени, они сказали, что вообще наш правитель Хакан, сказали они, Каган, ну понятно, хазарский Каган, ну а рода племени-то вы какого, а что тут тень на плетень наводить, они сказали, ну вообще мы из рода свионов, признались они, бедолаги, свионы, это что такое у нас, это шведы, первое известие о Руси, 839 год, первое известие о Руси, которое через Константинополь, через византийцев, через Каганат, потому что признавали власть Кагана, пытались пробраться туда в западную Европу, и Каролин тут же решил, что это шпионы, ну вот наше государство начинается с детектива, детектив остается детективом, что там случилось, мы не знаем, что мы знаем, почему они себя так называли Росами, а не Шведами, они не хотели сдаваться, конечно, сразу, Людовику благочестиву, потому что в них заподозрят викингов, и тогда дело плохо, могут тут же с ними покончить, они себя назвали дружинным именем Русь, что по-гречески звучало как Рос, и с тех пор греческое имя Руси так и звучит, потому что имя нашей Российской Федерации, или Россией, как в древности называл землю, это греческое имя, так они слышали вот это название, которое называли первые русские, еще говорившие по-скандинавски, когда они себя именовали гребцами. Напомню вам сразу, что самый знаменитый русский князь, который нам заповедовал то, к чему стремятся русские власти, насколько я понимаю, по сей день, он заповедовал отмстить неразумным хазарам. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова